Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Сегодняшний выпуск приходится начинать не с оптимистичной новости – экономика Туманного Альбиона на грани срыва в пропасть. Напомню, что вчера были опубликованы данные по изменению уровня деловой активности. Конечно же локомотивом для экономики является производственный сектор. Тем не менее, именно сектор услуг обеспечивает более 70% объема ВВП. Поэтому неожиданно сильное замедление темпов роста деловой активности в сфере услуг может привести к появлению отрицательного ВВП. В данном случае я говорю о реальном ВВП, который очищен от инфляции. Все еще акцент остается на инфляции, так как из-за нее крупнейшие центробанки мира продолжают ужесточать условия монетарной политики. Банк Англии и Федрезерв уже повысили ключевую процентную ставку до 1%. Напомню, что для Банка Англии это максимальное значение с 2009 года. Тем не менее, эти и другие крупнейшие центральные банки мира продолжают обсуждать повышение процентных ставок, тем самым способствуя снижению уровня инфляции. Побочным эффектом борьбы с инфляцией является снижение деловой активности. А это приводит к снижению ВВП и возможно даже завершится рецессией. А теперь перейдем к сырьевым и продовольственным рынкам, которые остаются источниками высокой инфляции. Напомню, что цена на газ выросла приблизительно в два раза с 24 февраля текущего года и практически в три раза с начала года. За последние пять месяцев цена на нефть WTI выросла почти на 50%. За этот же период пшеница и кукуруза также прибавили в цене около 50%. Как следствие, значительная часть производства и услуг выросли из-за роста цен энергоносителей. При этом стоимость продуктов питания также растет. Таким образом активное повышение процентных ставок точно замедлит экономический рост и даже может вогнать крупнейшие экономики мира в рецессию. Но все еще нет гарантии, что это приведет к полной победе над инфляцией. Акцентируя внимание на рынке нефти, становится очевидным, что инвесторы и трейдеры в замешательстве. С одной стороны, они получили сильный драйверы роста, это война, санкции и как следствие уменьшения добычи и экспорта нефти России. Ко всему этому в США начинается сезон отпусков, это период значительного увеличения количества поездок на автомобилях. С другой стороны, Китай все никак не снимет карантинные ограничения, а ЕС не может ввести эмбарго на импорт российской нефти. Учитывая все это, риск появления сильного движения цены продолжает увеличиваться с каждым днем. В завершении поговорим о рынке криптовалют. Биткоин, эфир и ряд других монет из топ-20 по капитализации продолжают торговаться в боковиках. С одной стороны, это хорошая новость, ведь паники уже нет. С другой, столь продолжительная консолидация в относительно узком боковике может завершиться сильным всплеском цены. Учитывая общий новостной фон, риск того, что этот импульс будет направлен вниз очень высок. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.